Города Донбасса снова на линии огня и опять гибнут мирные жители. Мощным ударом украинских силовиков подверглись районы Донецка, а еще Горловка, Тельманово. Массированные обстрелы и вновь люди ищут спасения в бомбоубежищах. От многих домов не осталось камня на камне. Печальная статистика минувшего дня. Четверо погибших. Сегодня список жертв пополнился еще. Это дома частного сектора, точнее то, что от них осталось за минувшие сутки. Вот так, как карточные домики, сложились десятки зданий. Все, что наживали всю жизнь. Два инвалида. Что мы теперь будем делать? Сразу несколько населенных пунктов подверглись массированным обстрелам киевских боевиков. Донецк, Горловка и окраины Тельманово. Снова бьют по мирным жителям. Один человек погиб. Есть раненые. Те, кому повезло, просто проснулись без крыши над головой. Разве такие можно делать? За что этот честный народ руками своими работал, зарабатывал, строил, наживал. И теперь так все разрушить. За каких-то 24 часа 50 нарушений режима прекращения огня. Теперь все обстрелы ведутся под покровом ночи. В это время как раз заканчивают свою работу сотрудники миссии ОБСЕ. Это как удар в спину, говорят, доведенные до отчаяния. Жители разрушенных домов в Горловке. Они стреляют по мирным жителям. За каких пор это будет? Ты, наверное, никто не попал, а попадает именно в мирных. В городе Макеевка женщины, старики, дети засыпают под звуки артиллерийских обстрелов в подвалах. Здесь киевских боевиков теперь называют ночными снайперами. Прячутся по ночам, обстрел ведут по ночам, потому что уже им самим стыдно смотреть друг на друга, что они творят в отношении мира. Многочисленные нарушения минских договоренностей фиксируют представители ДНР. А режим работы сотрудников миссии ОБСЕ необходимо менять. Об этом уже заявил полпред Донецкой Народной Республики. Для нас очень важным является, чтобы была обеспечена ночная фиксация обстрелов. Специальная мониторинговая миссия, у нее ограниченный мандат, и они не выезжают, не фиксируют обстрел. Соответственно, нет оперативного вмешательства, погашения, скажем так, огня. Это один из трех шагов, которые уже разработаны для снижения градуса напряженности в Донбассе. Еще два. Проверка отвода техники калибром 120 мм и незамедлительная подготовка и подписание соглашения по отводу орудий калибром до 100 мм. Именно этот документ киевская сторона игнорирует еще с мая. С нашей стороны мы открыты, мы за то, чтобы незамедлительно состоялся отвод на 15 км с каждой сторон, техника калибром до 100 мм, по всей линии соприкосновения, без исключения. Вместо этого, без исключения, боевики стреляют по гражданским объектам. В Донецке разрушены школа и шесть жилых домов. По данным разведки ДНР, на линии соприкосновения появляется все больше запрещенного минскими соглашениями оружия. В ходе спецоперации удалось остановить деятельность диверсионной группы украинских боевиков. Все это означает одно – Киев готовится к новому витку активных боев. Обращаю ваше внимание, что по данным разведки ДНР, украинские спецслужбы планируют проведение серии провокаций на своей территории в канун или Дня независимости Украины. Соглашения по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, принятые в ходе минских договоренностей, снова не работают. Эти кадры – наглядное свидетельство. Ольга Князева, Игорь Агафонов, Первый канал.